добрый день компания john dory иван слушаю вас друзья всем привет меня зовут иван и я фишмонгер компании john dory сегодня мы поговорим о том как сохранить устрицы живые в домашних условиях сначала давайте проверим что у нас происходит в коробке убедитесь что устрицы лежат плоской створкой раковины вверх накройте коробку влажным полотенцем которое у вас всегда под рукой сойдет и бумажная закройте крышку вот эту штуку мне может убрать сейчас вот и камеру включаешь я типа убираю храним устрицы в холодильнике оптимальная температура оптимальная температура от 3 до 5 градусов нет но я вас прошу умоляю но я вас прошу избегайте минусовой температуры так как вода внутри раковин может замерзнуть и такие устрицы есть нельзя не бойтесь складировать устрицы коробку на коробку смело придавливаете чем-нибудь 100 килограмм самое то но подойдет и просто миска в некоторых магазинах и ресторанах вы можете встретить устрицы в аквариум ирландские французские устрицы следует хранить холодильники или на льду а почему потому что они потеряют то самое послевкусие за которые ты платишь деньги если тебя интересуют подробности смотри наш предыдущий ролик по технологиям после двух-трех лет жизни в море устрицы помещают на афинирование по технологии после двух-трех лет по технологии по технологии я могу начинать да по технологии кто писал этот текст по технологии по технологии после двух-трех лет жизни в море устрицы отправляют природные водоемы я буду читать так в природные опресненные водоемы на афинирование дошлифовку вкуса пресная вода снижает концентрацию соли вкус становится сбалансированный и появляются те самые оттенки сладость сливочек кучность ореховость так устрицы приобретают свой стиль финн специаль и пус проще говоря в устрицах сейчас находится французская вода и положив ее в аквариум мы потеряем тот самый вкус который в нее заложила природа и откалибровал фермерово франции в предыдущем видео мы говорили о том гордей слышишь что французские устрицы можно есть не только на лазерном берегу и дело тут не современной логистики это стало возможным и реальным благодаря особой тренировке мышц устриц которые придумали во франции процесс выглядит примерно так устрица находится в море с открытыми створка м и закрывается когда отлив до отлив устрицы находится в море с открытыми створками и закрывается во время отлива и так на протяжении 2-3 лет. В итоге натренированный мускул сохраняет морскую воду внутри, что позволяет устрице жить до 14 дней. Как определить, что устрица живая и не испортилась? Первый признак плотно закрытые раковины. Если устрица вдруг начала зевать, потревожьте ее. Если створки не сомкнулись, такую устрицу есть нельзя. Раковина должна быть тяжелой и влажной. Аромат свежий морской. Возьмите две раковины, постучите друг от друга. Звук должен быть глухой. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. Хорошего настроения. Ваня молодец. Бедные актеры Голливуда. А, и дальше я забыл. Извините.